ЧВК Вагнер печально известна зверствами по отношению к мирным жителям. Известно ли о каких-либо потерях среди гражданских лиц, связанных с недавней атакой на вагнеровцев в Мали? Что касается этой конкретной атаки на военный конвой, мы пока не знаем о потерях среди гражданских лиц. Часто о потерях среди гражданских становится известным позже. Как вы упомянули, в регионе ЧВК Вагнер известна своими атаками на мирных жителей и зверствами. В последнее время Эклэд узнал о нескольких атаках на гражданских лиц в этой области. И Кидаль был горячей точкой нападений. А количество зарегистрированных погибших, мирных жителей, в 2024 году превзошло данные за весь прошлый год. Так что регион в целом является горячей точкой. И там проходили бои, унесшие жизни. Вагнеровские телеграм-каналы сообщали, что некоторые члены ЧВК были захвачены Туарегами в Мали. Ожидаете ли вы какого-то возмездия со стороны наемников? Да, абсолютно. Вы меня опередили и как раз хотел об этом сказать. Что касается вероятного возмездия, мы уже наблюдали авиационные удары. Поступает первая информация об ответных атаках. И я ожидаю продолжения ответных атак в этом районе в ближайшие дни и недели. Какова ситуация в Центрально-Африканской республике, где также воюет ЧВК Вагнер? В целом по Африке мы наблюдаем изменения со стороны ЧВК Вагнер. Мы наблюдаем некоторую организационную перестройку в то, что сейчас называют африканским корпусом. В Центрально-Африканской республике это было немного по-другому. Изменения контрактов и замена ключевого персонала шли медленнее. Хотя есть сообщение, что теперь эти контракты также заключаются под африканский корпус. Некоторые аналитики указывают на стратегический сдвиг России в сторону Сахеля. Это может быть так. Я также думаю, что есть дополнительный фактор. Дело в том, что в Центрально-Африканской республике Пригожин имел довольно сложную сеть бизнеса, связанную с добычей полезных ископаемых, древесиной и рядом других областей экономики. Я полагаю, что потребуется время африканскому корпусу, или как бы и не называли нынешнюю структуру ЧВК в Африке, чтобы понять, как лучше всего разместить эти контракты или переориентировать эти ресурсы для достижения их стратегических целей. Это важный нюанс, происходящего в Центрально-Африканской республике. Большинство нападений в Африке происходит в Мали. Мы видели рост насилия ежеквартально, с момента смерти Пригожина, хотя ЧВК Вагнер в значительной степени выпало из поля зрения многих людей или новостного цикла. Однако мы видели рост числа так с участием вагнеровцев. Большая часть их, как я уже упомянул, происходила в Мали, но мы также видели рост насилия и в Центрально-Африканской республике. И это, по-видимому, в основном тот же тип насилия, который мы видели в прошлом. Отдельные нападения на гражданских лиц, а также частые столкновения с повстанческими группами. Вы имеете в виду, что сейчас в Мали ситуация самая плохая с точки зрения насилия? Именно. Большая часть насилия со стороны африканского корпуса в целом, ЧВК Вагнер, происходит в Мали, хотя продолжаются бои и в Центрально-Африканской республике. Мы видели развертывание боевиков и в других местах, в частности, в Буркино-Фасо и Нигерии. Один из тревожных моментов также заключается в том, что боестолкновения расползаются дальше по Африке. Мы заметили несколько столкновений на границе с Мавританией и на границе с Алжиром. Так, насилие определенно расползается. Но наиболее тяжелая ситуация с этим сейчас в Мали. Действительно, в телеграм-каналах, связанных с ЧВК, постоянно упоминают об африканском корпусе. Заметили ли вы какие-либо изменения в тактике вагнеровцев после смерти Пригожина? Многие вагнеровцы недовольны новым командованием ЧВК. Да, организационно произошел ряд изменений. В целом, мы видим, что африканский корпус похож на ЧВК «Вагнер». И даже в отчетах мы пишем про вагнеровцев. Это все еще сеть разных частных военных компаний. Несколько дней назад мы заметили ЧВК «Медведь» в Буркино-Фасо. Появляется все больше отчетов о специфических ЧВК, работающих внутри Буркино-Фасо, но под эгидой или в рамках системы африканского корпуса. Мы не видели значительного изменения их тактики. Типы нападений, которые мы наблюдаем, высокий уровень атак на гражданских лиц – это все продолжается. Хотя уровень насилия в Мали, как я упомянул, возрос. Так что я бы не сказал, что мы видели реальные изменения тактики на данный момент. Вы упомянули Мали, они активны в Центрально-Африканской республике. Вы также упомянули Буркино-Фасо и Нигер. Знаем ли мы, насколько вагнеровцы активны в других африканских странах, таких как Ливия или Судан, например? Да, мы знаем, что они продолжали стратегически использовать свои базы в Ливии. Мы видели, что довольно много ресурсов проходит через Ливию и затем направляются в другие места, в том числе в Судан, для поддержки повстанцев. Однако уровень политического насилия в Ливии очень низок. Вагнеровцы не участвуют в этом. То же касается и Судана, где роль ЧВК Вагнер заключается больше в обеспечении ресурсами, оборудованием, обучением. Не было зафиксировано их прямого участия в атаках. И я думаю, что один из интересных моментов, который мы можем связать с Суданом и атакой на ЧВК в Мали, это предполагаемое участие Украины. Есть видео, на которых запечатлена работа украинского спецназа в Судане и атака дронов на наемников ЧВК Вагнер. И с атакой в Мали мы также видим некоторое утверждение, что происходил обмен разведывательной информацией с повстанцами Туарегами, что позволило им узнать точное местоположение ЧВК Вагнер и военных для этой атаки. Хотя трудно верифицировать это, но похоже, что существует интересная связь между одним из немногих событий прямого участия вагнеровцев в Судане и этим событием в Мали. Вагнеровских телеграм-каналах указывалось, что Украина, по сути, передала повстанцам координаты, где будет находиться колонна наемников, что помогло организовать засаду. Я хотел бы продолжить тему потерь среди гражданских. В каких странах мирное население особенно уязвимо? Мы видели, что в каждом контрнаступлении, в котором участвовала ЧВК Вагнер, например, в конце 2020 года и в начале 2021 года, в Центрально-Африканской республике, все начиналось с атак против разных повстанческих групп, а затем увеличивалось количество нападений на гражданских лиц. И это повторялось в ряде контрнаступлений вагнеровцев. Мы видели это, в частности, в Мали, куда смещается эпицентр нападений на гражданских лиц и насилие в целом. Сейчас большинство убитых и пострадавших гражданских лиц находятся в Мали. На данный момент мы не наблюдаем никаких боевых операций или столкновений в Буркино-Фасо или Нигерии. Нам известно, что вагнеровцы охраняли ключевых политических фигур, занимались обучением, но не участвовали в насилии. Прошло несколько лет с тех пор, как ЧВК Вагнер проводил широкие боевые операции в таких странах, как Ливия. Поэтому мы не видим высокий уровень нападений на гражданских лиц в этом контексте. Но, конечно, Мали является эпицентром концентрированного насилия. И, как правило, те группы населения, которые чаще всего становятся целями, это люди, которых вагнеровцы подозревают в сотрудничестве с повстанцами. В контексте Центрально-Африканской республики это были мусульмане народности Фулани. В Мали это также сохраняется, где мы видим, что туарегов подозревают в сотрудничестве с повстанцами или различными альянсами, как, например, альянс поддержки ислама и мусульман, Женим. А как они различают мусульман или туарегов? Кто из них повстанец, а кто нет? Я думаю, что сам ваш вопрос является и ответом. Как они различают? И сама сложность этого является частью проблемы. Некоторые из атак произошли в мечети, например, когда вагнеровцы убили несколько человек, собравшихся там для молитвы. Это может быть признаком того, что их убили, потому что эти люди являются мусульманами. Иногда есть другие признаки, которые могут указывать на этническую или региональную принадлежность убитых. И именно эта сложность – отделять гражданских от повстанцев – является причиной того, что мы видим так много убитых среди мирного населения. Это не только вопрос непонимания различных идентичностей или политических групп, или этнических групп, но и вопрос незнания того, являются ли они действительно боевиками. Действительно ли они участвуют в формированиях, с которыми вагнеровцы пытаются бороться? Так что именно это является основной проблемой. Известно ли вам о группах населения, особо страдающих от действий вагнеровцев? Да, нам известно о случаях сексуального насилия. Это одна из самых сложных форм насилия для фиксации. Мы собираем доказательства, но в силу характера этого насилия, я не думаю, что количественные тренды отражают это так же близко к реальности, как другие формы насилия. Легче узнать, когда люди страдают от взрыва бомбы, чем о случаях сексуального насилия. Но мы заметили, что женщины становятся целями вагнеровцев, а также группы населения, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Вагнеровцы, особенно в Центрально-Африканской Республике, были очень заинтересованы в захвате различных месторождений полезных ископаемых и охране этих мест. Так что в дополнение к группам населения, подозреваемым в сотрудничестве с вооруженными формированиями, мы также видели нападения на группы шахтеров, происходящие вокруг как кустарных, так и промышленных мест добычи полезных ископаемых. Появились ли какие-либо новые данные, о которых вы готовы нам рассказать? Думаю, что главный вывод заключается в том, что хотя смерть Пригожина привела к тому, что ЧВК Вагнер в значительной степени выпала из поля зрения общественности, мы заметили рост политического насилия по всей Африке в целом. И хотя насилие со стороны ЧВК уменьшилось, например, в Украине, после смерти Пригожина мы видели рост столкновений в Мали. Так что этот реальный сдвиг, эпицентр насилия, связанного с ЧВК, перемещается из Украины в различные места в Африке. Это то, что вызывает большую озабоченность, чего многие не ожидали, но, безусловно, мы продолжаем за этим следить. Есть ли что-то, что бы вы хотели добавить к нашему интервью? Одним из моментов, который мы не так сильно затронули, является то, что вагнеровцы уже довольно давно поддерживают наступление военных на севере, что привело к столкновениям с повстанцами Альянса поддержки ислама и мусульман, Женим, и Стратегического союза защиты народа Азавада. И многое из этого, наряду с захватом Кидаля в Мали, привело к высокому уровню насилия, о котором мы сообщали. Но я думаю, что эта конкретная атака на ЧВК Вагнер в Мали, сопровождающаяся потерями, это первое стратегическое изменение в динамике боевых действий. До этого динамика заключалась в продвижении на север, и теперь, когда произошла эта атака на ЧВК, я задаюсь вопросом, будет ли некое замедление этого наступления? Изменится ли что-то в их оперативном темпе? Потому что в целом они смогли продолжать двигаться вперед и продвигаться на север. А имеется ли какое-то противодействие? Потому что, как я вижу, в Африке в целом, в Мали они сотрудничают с правительственными силами. А что насчет Юга Африки или Буркино-Фасо? Есть ли африканские государства, которые пытаются противодействовать ЧВК Вагнер? Со стороны различных африканских государств есть желание сотрудничества в области безопасности, в то время как интерес к многостороннему миротворчеству снижается. Мы видели, что различные силы ООН сворачиваются или полностью выходят. Мы видели сокращение отношений с многими западными партнерами в области безопасности. А интерес к сотрудничеству с ЧВК, подобных Вагнер, сохраняется. Одна из стран, которая интересуется заполнением этого пространства, это Руанда и ее армия. Руанда вовлечена в боевые действия в Центрально-Африканской республике, иногда действуя совместно с вагнеровцами. Она также участвует в операциях в Мозамбике, ведет боевые действия в Демократической республике Конго, правда, не совместно с армией Конго, а против нее. Руанда также вела переговоры о сотрудничестве в области безопасности в Бенине и даже на Гаити. Так что я думаю, что мы видим Руанду как потенциальную альтернативу ЧВК-Вагнер, поскольку они готовы предложить двустороннее сотрудничество в области безопасности другим африканским государствам.